Продолжение следует... В день сдачи крови легкий завтрак. За 48 часов исключить спиртные напитки. Те, кто не успел позавтракать перед процедурой, могут сделать это здесь, в одном из кабинетов. Донор должен быть позавтракать что-то легкое, ну, чай сладкий обязательно, булочку с жемом. То есть обязательно голодным он не должен быть. Светлана Барабанова работает во ВНИИГАЗ. Она пришла сдавать кровь уже во второй раз. Несмотря на то, что медицина доказала не только отсутствие вреда, но и пользу от сдачи крови для организма донора, до сих пор бытует мнение, что эта процедура может быть опасна. Светлане пришлось опровергать и этот предрассудок. Супруг был против. Я первый раз давала, даже, скажем так, не получив согласия. А почему? Не знаю, жалеет мою кровь, думает, что мало ли я там потеряю сознание. Ну, все оказалось, прошло успешно. Как и Светлана, треть посетивших сегодня мобильную станцию переливания крови – сотрудники ВНИИГАЗ, одной из крупнейших организаций развилки. Его представителям торжественно вручили «Вымпел», тем самым отметив огромный вклад этих людей в развитие донорского движения. «Вручили ВНИИГАЗу, которая активно участвует в донорских акциях. Эта награда называется «Вымпел. Я твой донор». Прошлый год проходила акция, грантовый президентский проект. Вот, акция закончилась в прошлом году, но мы продолжаем работать и с активными, активных награждаем – «Вымпелами», «Футболками», «Атрибутикой». Но, естественно, не ради наград или денег, которые также выплачиваются за сдачу крови, пришли сюда все эти люди. Просто ради помощи тем, кому это необходимо. И отрадно, что работы у сотрудников Московской областной станции переливания крови хватает. У нас работа плановая. Мы каждый день выезжаем по 2-3 бригады по всей Московской области и по Москве. Здесь доноры активные. Здесь всегда очень хорошая явка. Здесь 40-50 человек – это вот минимум бывает. И в этот раз вне донора в поселении Развилковском приняло участие порядка 40 человек, а это десятки спасенных жизней. Максим Козлов, Евгений Садовский, Сергей Ларин. Видное ТВ.